Всем привет! Решили у себя в спальне поменять шторки, снять вот эти. Они у нас провисели год. Вот такие светонепроницаемые. Мне они очень нравятся, но надо их тряхануть. Зима проморозить, тряхануть. Уж стирать их в машинке никак не буду. В химчистку сдавать это тоже дорого. Значит, мы их вытрясим. Проморозится у нас. Я хотела поменять и тюль. Тоже надо бы ее стирануть, конечно. Но у меня нету на замен. У меня есть вот такие смешные тюль. Вот такая она смешная. Но она не смешная, она давнишняя, во-первых. И она очень такая емкая на окна, на широкие окна. Ну, я ее весить, конечно же, не буду, потому что такая она ляпистая, не однотонная. А повесим вот такие шторки. Это тоже богатые у нас. Такие они с переливами, с отливами. Ну, тоже ляпистые, конечно. А это у нас кровать такая ляпистая. Я еще не заправила ее. Она у меня отдыхает. Кровать у меня проветривается всегда после спальни. Потом как-нибудь отдельным видео тоже я выпущу. Ну, чего, подать тебе, да? Эти не надо, не надо, не снимай. У меня нету тюли на замен. Не буду я их снимать, стирать. Не хочу шоркаться. Потом будет вдохновение. Пока вдохновения для тюли нету. Поэтому тюль снимать не надо. Ты не на ту надеваешь-то. Так это с другой стороны. Ну. Бегунок. Там два идет. Две дорожки-то. Он цепляет на вторую, откуда тюль снял. Сейчас. Фу, не тюль, а эту занавеску. Все, сейчас повесим. Вот этот вот у нас тоже. Все готовенькое. Они у нас тоже такие давнишние. Еще мы привезли их из Северодвинска. С севера. Ну, они такие качественные у нас тоже шторки. Покупали давно их. На. Посмотрим. Золотые я их называю, потому что они прям блестят. Когда свет включишь, они прям так блестят. Ну, ладно. Что получится, покажу. Повесил у меня муж штору одну. Вторую снимает. Ну, и, конечно же, смешно. Потому что эти шторы у нас были рассчитаны на одно окно. Я никак не думала, что она такая узкая получится. Ну, вот. Не хотела вам показывать. Но раз уж сказала А, говори и я. Ладно, пока повисят. Повисят. Что? А, говори и Б. Раз сказала А, говори и Б. А я сказала Я. В общем, вот такие шторки. Я включила свет. И они вот так вот поблескивают. Не знаю, передает камера. Не передает. Такое блестючее состояние этой шторки. Они так-то красиво, очень красиво смотрятся. Вот, видите, все в блесках. О! У меня такой лак красивый тоже. Кому-то они понравятся, может быть. Ну, а мне нравятся. В общем, они, конечно же, короткие. Короткие. Я даже шторки тебе задвинула. А эти-то шторки у нас нормальные. Да, музыка ветров у меня висит. Висит. Я когда шторки задергиваю, они у меня всегда бренчат. Это разгоняют всяких-всяких злых духов. Она нужна. Она висит. Ну вот, сейчас вторые повесим сюда. Пока пускай повисят до Пасхи. А потом видно будет. Нет у меня второго запаса штор. Дом большой, окон много. Везде хочется шторки повесить. Хотя некоторые скажут, повесь жалюзи. Купи жалюзи. Не люблю. Они не создают уют. Ну вот это тоже, конечно, порнография. Ну вот, ну посмейтесь надо мной. Что делать? Вот муж смеется. Говорит, давай вторую-то штору. Говорит, я сюда повешу. Хорошо. А на это-то окно что у меня будет? У меня есть еще один комплект. Тоже как бы два на одно окно. Но там совершенно другие, другого этого. И что тут у меня будет за ляпистость непонятная? Ну открывай, открывай. Не надо. Зачем? Открывай полностью. Ну так будет. Зачем это надо-то? Так-то. Во. Да будет свет, сказал монтер. Все, выключаем. У нас спальня светлая, потому что у нас в ней два окошечка. Вот так вот мы и живем. Конечно же, да, в новый дом надо хорошие шторы еще на замен купить. Ладно, я пойду работать и, возможно, куплю. Возможно, куплю. Потому что, конечно же, надоедает. Хочется что-то обновить. Хочется что-то новенькое повесить, придумать. Но как-то вот. Ладно. Да? Да, мужик? Надо еще один доказать просто. Да. Типа вот светонепроницаемых в спальню. Это надо, конечно, такие. Светонепроницаемые. Светонепроницаемые. Светленькие, да. Тут у нас темно. Но у меня все вот такое было. Тут тоже под сиреней. Все такое вот у меня в такт. Фиолетовые такие. Вот под сиреневые, вот может, на зиму. На зиму, да. Зимой-то все-таки темно. И хочется что-то посветлее. А тут у меня, конечно, темноватые. Вот. Покрывало тоже такое уже фиолетово-сиренево. Не пойму какого. Но мне очень нравится. Мне вот такой цвет. Очень-просто очень нравится. Поэтому у меня все тут в тон. Но вот все-таки надо в тон теперь. Видите, эти тоже подходят у меня в тон. В тон вот этих самых. Но здесь надо однотонность. Потому что тут ляписта, тут ляписта. Конечно же, это не то. Для такого дома надо покупать хорошие шторы. Купим, купим. Те дорогие у нас шторы. Светонепроницаемые. А эти тоже были в свое время дорогие. Эти мы покупали, как только мы с ним поженились. Вот парочка. Вот она парочка. Вот наша парочка. Вот такие мы были молодые. Мы сейчас с тобой молодые, да? Да. Вот. И поэтому мы тогда покупили им сразу же комплект штор и тюли сразу же купили. Так что ж, вот на большое окно. У нас было очень большое окно. Оно было так вот с углом. Вот такое с углом. И тюль была такая большая. Это я ее разрезала напополам. А это вот такая длиннющая-длиннющая была тюль. Сколько метра? Пять, наверное, она, да? Три в длину и пять, наверное, в ширину. И вот купили такие шторки. И у нас очень красиво тоже смотрелось в нашей квартирке такие шторки. Вот такая у меня еще есть тюлька органза. Она такая вот тоже переходит из темного цвета постепенно, постепенно переходит в светлый. Она еще у меня отрезом тоже покупала когда-то. Что-то 100 рублей метр, что ли, был. Тогда у нас продавали, кто живет в Северодвинске, во Дворце культуры. Ну, тоже что-то отрезом я несколько таких отрезов купила. Мне очень органза нравится. Вот. Она такая тоже приятненькая. Но пока я ее тоже никуда не использую. Пока лежит, ждет своей участи. Может, что-нибудь придумаю, куда-нибудь повесить. Повесили шторки. Ну, они у нас подходят к стеночке. Так, ну, вот наша кровать. И, конечно же, подходит к нашим подушечкам. Вот такая красота. Забрала у Ксюши. Дети там на них ползают, прыгают. Все. Я говорю, я эти подушки забираю себе. Тоже золотые. И эти тоже золотые. Ну, а покрывало. Муж говорит, надо покрывало купить. Тоже светленькое. Я говорю, да, комплект. Покрывало у меня подходит к моей дорожке, которая у моих ног. Ну, и, конечно же, к нашим лампочкам, светильникам. Да? Ну, все сочетается нормально. Потому что шторы у нас все время открыты, конечно же. Закрываем только на ночь. Когда спать укладываемся, сюда приходим. Ну, все, нормальненько. Зато светло стало. Так, сейчас свет еще включу. О, как светло. Вот как сверкает. Подготовились к Новому году. Не знаю, муж будет украшать у меня? Ты будешь украшать? Мишурой всякой. Гирлянды. Да, у нас гирлянды в прошлом году висели. Вот так вот у нас получилась спаленка наша. Миленькая. Мы ее любим, да? Фиктус, да. Фиктус-кактус. Вон немножко опять желтеют листочки. Желтеют. Но потому что новые пошли. Соки все забирают. Поливаю редко его. Здесь новенькие тоже везде образовались. Пускай растет пока тоже, да. Вот он такой у нас красивый. Он нас любит, а мы его любим. А, машинки. Я же собираю машинки. Детки у нас приходят. И я очень люблю машинки. У меня здесь машинки. У меня вот здесь машинки. Детки пришли, поиграли. И кое-как их расставили. И все время говорю, положите их хорошо, ровненько. А у нас Демушка все любит играть этими всякими разными. У меня всякие-всякие тут машинки. Ведь и такие хорошие они. Вот видите. Вот у кого какое хобби. А у меня собирают. Они бы все время бы забрали бы. Хотели бы забрать бы эти машинки. Я говорю, не-не-не-не-не. Не-не-не. Я люблю вот машинки. Вот это мое хобби. Всякие разные. Надо расставить, а все как-то вот. Всякие тут трактора, не трактора. Вот это мое хобби. Вот видите. Вот такие машинки всякие гоночные. Вот такие тут всякие разные. Вот всякие машиночки. Тут с прицепом где-то тут есть. Еще если они не потеряли. А ломают, ведь и ломают. Я психую, нервничаю. Ну а что делать? Детям-то тоже надо поиграть. Так что ж, вот такое мое хобби. Не хобби, а кто я? Как называть-то? Ну собирает, который монеты там и всякое разное. Как их называют-то? Коллекционер. Господи, как их называют? Ну хобби коллекционирование. Да, вот у меня такое коллекционирование. Видите? Вот такие машинки. Вот такая машинка. Были две машинки ломанные. Колесики вот эти задние. Вас она, да? Вас была. Тоже металлическая. Отломана, а у другой. А что тут тоже у другой было поломано? Я выставила на Авито за 200 рублей. То есть каждое по 100. Столько было желающих купить. Тут же забрали. Вот просто тут же забрали. Эти машинки. Вот такая вот у меня. Во, смотрите, какая прелесть. Это просто. Это у нас, наверное... Я не понимаю в марках-то. Вот чего. Волга или что это? Не знаю чего. Я в марках не понимаю. Хотя водитель. Со стажем причем. Вот такой танк. В общем, я собираю машинки. Вот такая у меня касация. В общем, все показала вам, рассказала. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...